Вторая известнейшая попытка создания теории революции принадлежит Чарльзу Дарбену, которому от современных обывателей достается так, как не достается, наверное, вообще никому. Самая печальная во всей этой истории, что критикуют теорию революции люди, которые, прежде всего, ее не знают. Просто не знают, точно. Можно о чем-то сговорить, чем-то соглашаться и не соглашаться. Когда ты говоришь с человеком, образованным и грамотным в этом. Почему-то считается, что если человек не знает компьютерного дела, то лезть с топором в собственный компьютер для того, чтобы его апгрейдить, это не лучший путь. А лучше пригласить специалиста или отнести машинку в соответствующую систему. Человек понимает, что он не профессионал в этом, поэтому лучше туда не соглашаться. Иначе результат будет плохой. Но при этом считается, что вопросы образования раз, теории революции два, ну и еще целый ряд таких вопросов. Вот в этих вопросах профессиональны все абсолютно. Вот сюда любой дядя Ваня, тетя Маня может прийти и высказать свое высокопрофессиональное мнение. Ну, прежде чем от делов, все-таки, ну хотя бы чуть-чуть разберитесь с том, о чем вы говорите. Подавляющее большинство людей просто действительно не понимает, не знает и не хочет ничего знать. Вот мы с вами попробуем с этим немного поразбираться, что же тут такое. Надо сказать, что если взять сейчас на улице, остановить сотню людей и попросить их. Надо сказать два предложения, в первую очередь связанные с именем Чарльза Дарбана. Очень легко предсказать, какие именно предложения высказали. Итак, попробуйте вот вы сейчас. Скажите мне две главные дарможские идеи. Очень поздно, совсем поздно. Первая главная идея теории революции Дармана. Прошу. Потому что человек превзошел из обезьян. Первая. Вторая. Прошу. Вторая. Что-то не происходило ни с какого-то кубжу, он не крыльпится. Не-не-не-не-не-не. Касается естественного опора, механизм, который я предложил Дармана. А, то что было, ну... Итак, прошу. Выживайся меньше. Так. Отлично. Вот вы воспроизвели это, бывает, что стереотип. И первое, и второе. Самое заметное, что Дарвин был очень умным человеком. В жизни подобной глупости не говорил. Оба утверждения абсолютно неверны. Совершенно верны. Дарвин никогда не говорил, что человек превзошел из обезьяны. Дарвин никогда не говорил, что он живет сегодняшним. Откуда взялись эти формулировки? Так всегда бывает с любой сложной, интересной частью культуры, которая становится достоянием, ну, широкой публики. Широкая публика всегда перекраивает идейки под себя. Чтобы попроще, чтобы попонятнее. При этом полностью меняя весь смысл. Очень часто бывают источники данного. Давайте я вам сейчас покажу модель, который очень простой, очень понятный. В рамках которой вы увидите, что будет сильнейшее. Версных мыши более-менее представляете себе? Да. Где они сидят? В лицо. Как выглядит снеждо или у них вообще нет снежа? У мыши? Нова. Нова? Да. Конечно, а в капусте. Один. Теперь берем некоторый участок внешности. Этот участок внешности включает в себя широкий лук, включает в себя нормальный лес, густой, хороший. Вот он лес. И участок болота. Вот это болото. Между почками вообще лужа. Кочки? Плошная. На почках какие-то чатные лужицы, трактов. Сможем. Ну, болото на болото есть. Теперь, эта территория заселяется лесными мышами. Сеются лесные мыши в ногах. Скажите, пожалуйста, самые сильные, самые агрессивные, самые умные, отчего, самые-самые. Какие участки себя встают? Лес. Самые лучшие. Самые лучшие от каких-то машин? Это. Питаются они семенами растений? Лук, лук. Почки? Нет. Это лук. Лук. На самом деле, луга и лес, но самая-то лучшая зона, вот она, опушка. И там, да. Почему? А так же нужно пользоваться лесушами и отсюда, и отсюда. Это понятно? Хорошо. Кто окажется вытеснен на болото? Самое слабое. Самое слабое. А ведь болото ведь неоднородно. На болото есть все-таки более или менее сухие кочки, а есть вот это совсем низкое и грязное место между кочками. Кто будет на кочках? Посильнее. Сильное и слабое. А кто в низинках? Самое слабое. Ну, слабее же, те вообще слабее, которых нет. Отлично. Получает такое распределение. А теперь по этой территории, как два года назад в Подмосковье, проходит лесной пожар. Да. В фронт расстранения огня, так и лесного пожаря. Если это верховой пожар, то там вообще две. Но даже низовой пожар может идти со скоростью 20-30 км. Чесно. Вопрос. Можете убежать? Нет, не успею. Нет, не успею. Дайте прогноз на судьбу всей этой популяции. Слабее, самое слабое. Слабее, самое слабое. Слабее, самое слабое. Выжу. Погоду. Вот вам, смотрите, ситуация, где сильнейшие проиграли заветно. Выжили, оставили потомство слабейшее. Да? Но не все самые сильные. Не все самые сильные. Вы просто не представляете себе по счастью. Они же умеют успеть в некоторых болотах, которые совсем хранят. Нет, конечно. Вы просто не представляете себе, что такое лесной пожар. К вашему счастью, в этом никогда не было. Мне доводилось это видеть несколько раз удовольствие весьма не в среднем. Если бывает дело у убителей, то польза либо. Но шанс на самом деле нет. Это слово о том, что адвокатское представление о том, что побеждает сильнейших, хорошо срабатывает только в голливудских фильмах. В реальной жизни ситуация намного сложнее, она распринципальная иная. Вот мы немножко с вами покрутимся, посмотрим, как складывается ситуация в реальной жизни. Не только животных, но и людей, кстати, тоже. Хорошо.